Салам астер макурмит от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. В прошлых эфирах объяснял, что сейчас очень важную роль, может быть даже я так скажу, ключевую роль играет создание ячейк демократического выбора Казахстана по всем регионам страны. И очень важную роль в этом смысле играет ячейки и их лидеры. Мы уже говорили, что ячейки будут управлять протестными массами во всех регионах страны. Именно ячейки будут организовывать митинги у себя в регионах. И именно я уверен, что из состава этих ячеек сформируются новые лидеры, новая политическая элита страны, которая полностью заменит коррумпированную верхушку, которая рассредоточена на всех уровнях власти по всей стране. И не только в органах управления, именно государственном управлении, но в национальных компаниях, в различных ГАРАНО, АБЛАНО и так далее, и так далее. То есть все органы управления страны. Вот о чем пойдет речь сегодня. Я сегодня озвучил и был распространен пост о том, что ДВК будет сейчас заниматься построением структуры, которая будет формировать новую политическую элиту страны. Давайте разберемся сначала, что такое политическая элита. Там сейчас, если говорить о нынешней политической верхушке, они себя называют элитой, но, сами понимаете, никакая это не элита, это приближенные Нурсултана Назарбаева, которые в основном все собраны не по своим способностям, а по умению подыгрывать Назарбаева, исполнять все его указания. Там все чьи-то родственники и все прочее. И эта так называемая политическая элита не сформирована именно в борьбе, именно в конкурентной среде, именно потому что они наиболее талантливы. Мы знаем, что нынешняя политическая система наиболее сильных, независимых, талантливых людей выдавливает из этой системы. Очень большая часть слоя населения, талантливое, умное, продвинутое, не может себя проявить, занять достойное место на всех уровнях власти, проявить себя в бизнесе, вообще просто как-то в жизни проявить. Поэтому мы понимаем, что политическая элита, которая сейчас существует, это одно название. Это люди, которые помогают шалу удерживаться у власти. Безусловно, в стране есть и талантливые беззмены, есть талантливые чиновники и так далее. Но доминируют, стоят именно рядом с шалом не они, а стоят те люди, которые именно помогают шалу удержаться у власти. Я еще раз хочу обратиться к участникам этого чата. Мы сегодня обсуждаем повестку дня, которая заранее озвучена. Поэтому я здесь вижу комментарии по поводу БТА, говорят, еще что-то. Я прошу эти темы ни в вопросах, ни в комментариях никак не поднимать. Давайте мы научим в дисциплине. Мы сегодня обсуждаем конкретную тему. Я сейчас еще раз хочу повторить, каким образом будет происходить смена режима. Мы должны это все четко понимать. Очень много людей, которые неясно представляют, как будет осуществляться переход власти, и задают вопросы. Вот полгода будет работать временное правительство ДВК, а как же обычные расчеты, платежи, что будет с нашими деньгами, что будет с нашей работой и так далее, не понимают. Хотя я это объяснял. Есть записи. Но я сейчас хочу это объяснить еще раз, и чтобы вы понимали роль новой политической элиты в современном Казахстане, именно в современном, сильном и демократическом. Еще раз, мы сейчас обсуждаем конкретную тему. Вот киллер за доллар. Давайте мы будем обсуждать тему, которую мы озвучили. Итак, я в качестве примера раньше приводил Южную Корею, когда президента страны отстранили за коррупцию, когда выходили на улицы десятки тысяч людей, сотни тысяч. В итоге президент Южной Кореи была задержана, отстранена от власти и посажена на несколько десятков лет в тюрьму. Сейчас у нас есть такой же пример, более к нам приближенный, это Армения. И недавно в Грузии правительство ушло в отставку в результате мирных акций. Без всякой войны, без применения оружия, без какого-либо насилия. Это еще раз подтверждает то, что мы озвучиваем, а именно смена режима мирным путем, это реальность. Это происходит во многих странах мира. Когда мне кто-то говорит, что вот Назарбаев контролирует спецслужбы, бюджет страны, а что вы думаете, в других странах, что ли, президенты страны не контролировали? И спецслужбы, и армия, все им подчинялось. Тем не менее, никто не может противостоять своему народу, когда на улицы выходят сотни тысяч людей. Никто. Это было во всех авторитарных странах. Они обладали даже большей властью, чем Назарбаев, и большими ресурсами, но режимы падали. И поэтому мы сейчас будем говорить о том, как это будет происходить, передача власти и роль новой политической элиты построения нового государства. Итак, наступит момент, когда на улицы городов всей страны будут выходить десятки тысяч и сотни. Сотни тысяч человек наших сторонников, которые объединили единственной целью построить новую демократическую страну без должности президента и изгнать из страны именно коррумпированную власть. И когда десятки, сотни тысяч людей выйдут на улицы, на нашу сторону перейдет полиция, перейдет армия. И Назарбаева будет некому защищать. Именно тогда мы добиваемся смены режима султана Назарбаева. Мы должны быть готовы перехватить органы управления в стране. Как вы понимаете, поезда будут ходить так же, деньги будут обращаться так же, будут работать заводы и фабрики, ничего не остановится. Мы только сменим политическую верхушку на всех уровнях власти. Как в правительстве, как в парламенте, так и в регионах на уровне акиматов, городов, поселков, областей. И, как вы понимаете, мы должны обладать кадрами, которые могут провести смену тех людей, которые явно представляют интересы шала. Это все правительство. Мы должны разогнать весь парламент, потому что он весь продажный под Нурсултаном Назарбаева. Это и Сенат, и Мажелис. Мы должны отстранить от власти действующих акимов, областей, городов, районов и назначить исполняющие обязанности. Какие-то акимы городов, поселков и так далее могут быть эффективными. Мы можем их временно назначить, исполняющие обязанности, до тех пор, пока мы не убедимся, что они действительно нормальны и эффективно могут работать. Но акимы областей однозначно все будут сменены, абсолютно все. Потому что они все прямые ставленники на Султана Назарбаева. Здесь не должно быть ни у кого никаких сомнений и иллюзий. Также в отставку будут отправлены все министры. И будут назначены исполняющие министров из команды демократического выбора Казахстана, именно из движения. Как я ранее говорил, мы сначала в течение полугода будем контролировать власть в стране. За эти полгода мы проведем свободные выборы в парламент страны. Дадим возможность тем, кто хочет создать себе партии, зарегистрировать эти партии. И затем они могут начать бороться за депутатские места по всей стране. Именно из рядов демократического выбора Казахстана, из числа наших сторонников, из числа поддерживающих нас сторонников, профессиональных, сильных, преданных нашему делу, преданных нашей новой стране, мы на первом этапе назначим правительство демократического выбора Казахстана. Исполняющие обязанности сроком на полгода мы назначим Акимов областей и всех населенных пунктов на все ключевые посты, железные дороги, различные предприятия, Казмун и Агаз будут назначены представители общественного движения «Демократический выбор Казахстана» в течение полугода. В течение полугода мы, я в частности, буду создавать партию «Демократический выбор Казахстана», который, как все и другие партии, пройдет регистрацию в органах юстиции, а затем озвучит свою программу и будет участвовать в борьбе за голоса электората. Мы будем добиваться, чтобы партия «Демократический выбор Казахстана» победила на выборах и получила парламентское большинство, и парламентское большинство выбрало правительство во главе с премьер-министром. Это вот та задача, которую мы взяли на себя, ее исполнить. Именно к этому мы будем стремиться. Как вы понимаете, нам нужно таким образом иметь команду, которая возглавит правительство сроком на полгода. Нам нужно иметь такую команду, которая в состоянии в будущем выйти на парламентские выборы и победить. Нам нужна команда людей, которая станет таким им городов, областей, районов и населенных пунктов. Нам нужны специалисты, которые могли бы возглавить Казахстан, Тимуржелы, телекоммуникационные компании. Нам нужны будут специалисты, которые возглавят банки, потому что все основные банки страны будут конфискованы в пользу государства. Нам нужны будут промышленные специалисты в области промышленности, потому что у нас будут конфискованы в пользу государства предприятия, находящиеся под контролем группы Машкевича, Шадьева, Ибрагимова. Это ферросплавные, алюминиевые заводы, электростанции. Будут конфискованы в пользу государства КАССИНК, медные компании, Казахмыс и так далее. И везде нам нужны будут управленцы самого высокого уровня, которые смогут управлять этими предприятиями, во-первых. Во-вторых, они будут ключевыми управленцами в различных органах управления, как я говорил раньше, район, гороно, облано, министерствах. То есть нам нужны как минимум на первом этапе около 20 тысяч человек, которые могут занять эти ведущие позиции в стране. Именно поэтому мы, Демократический выбор Казахстана, Движение Демократический выбор Казахстана, сейчас будем готовить будущих лидеров страны на самые ключевые посты в стране. Это не обязательно министр, не обязательно замминистры. Это могут быть акимы районов, аугулов. Это специалисты по теми направлениям. Самые разные должности, которые необходимо прикрыть и отстранить от власти коррумпированную политическую верхушку в стране. Нам нужны специалисты в области здравоохранения, нам нужны специалисты в Министерстве внутренних дел, в области национальной безопасности, нам нужны специалисты по всем направлениям. И мы сейчас ищем сначала активных людей, которые хотят проявить себя, имеют амбиции, имеют знания и готовы бороться за то, чтобы мы вместе добились изменений в стране. Здесь задают вопросы по национальным компаниям. Все национальные компании мы возьмем под контроль государства. Они сейчас находятся реально в ведении на Султана Назарбаева, там его ставленники поставлены. Мы всех руководителей национальной компании, государственной компании, всех руководителей, чтобы вы понимали, они все назначаются по принципу родственникам или клановым, они все будут сменены. По заместителям я сейчас не могу сказать, это по ходу нового руководителя, который будет назначен, он будет определять. Не только он, но и целая команда людей будет это определять. Но все национальные компании попадут под контроль государства, В этой связи, как я говорил, нам нужно создавать ячейки. Нам нужно, чтобы именно эти ячейки проявили себя, придумали вместе с нами, как здесь некоторые говорят, новые механизмы борьбы с режимом. Мы вместе все это разработаем. Нам нужна креативная команда на всех уровнях, во всех регионах страны. И в этой связи мы приняли решение, что мы создаем закрытый чат, он будет называться Алга. И я сейчас объясню, что это будет за чат и для чего мы это создаем. Итак, мы создали чат, он называется Алга. Без ДВК, просто Алга. По какому принципу мы будем производить набор? Есть аккаунт штаб, название его админы много раз выбрасывали. Я сейчас прошу админа еще раз поставить аккаунт, к которому нужно обращаться, чтобы мы начали дальше сотрудничать именно с руководителями ячеек. Именно с руководителями ячеек мы в этот закрытый чат собираем руководители ячеек. Мы ставим требование, что ячейки должны состоять не менее, чем из пяти человек. Я знаю, что есть ячейки из одного человека, двух, трех человек и так далее. Значит, ячейки должны состоять, если вы считаете возможным. Если вы хотите участвовать в работе этого нашего закрытого чата, если у вас есть политические амбиции, если вы хотите себя реализовать в новом демократическом государстве, то первый этап наших требований, что у вас должны быть ячейки не менее пяти человек вместе с вами. Лидеры ячеек должны обратиться в штаб ДВК и показать те аккаунты, которые вы привели или приведете. Эти аккаунты должны быть так построены или ники, что штаб ДВК мог с этим членом ячейки вести переписку, чтобы мы убедились, что действительно это ваша ячейка. И действительно эти люди должны подтвердить, что вы лидер этой ячейки, что вы руководитель. Но именно в закрытой группе Алгам будет только руководитель этой ячейки. В ячейке должны быть только доверенные люди, тем, кому вы доверяете. Ячейка может состоять из более чем из пяти человек, но, как правило, максимум 10 человек. Там, когда кто-то говорит 20 человек, 100 человек, я этому не очень верю. Если это есть, я считаю, это опасные ячейки, потому что среди них обязательно найдутся люди, которые слабые, малодушные и могут сдать такую большую группу. Обычно близких людей, именно доверенных, больше пяти-десяти человек не бывает. Даже 10 это уже нереально. Таким образом, вы появляетесь как лидер ячейки, объявляете те ники, которые входят в вашу ячейку. Они тоже со скрытыми именами. Нам не нужны настоящие имена абсолютно. Вы говорите, вы из какого города, какой регион. И нам этого достаточно. Затем мы вас переводим, именно лидера этой ячейки, в закрытый чат Алга. Что мы делаем в закрытой ячейке? В закрытой ячейке мы тоже проводим конференции, проводим обмен мнениями. Ясно, что в этой закрытой группе обязательно будут представители Комитета национальной безопасности. Это обязательно 100%, который будет замаскированный. А если кто-то и не агент, то при определенных постояльствах, когда этот человек случайно, ну где-то неаккуратно что-то сделает, попадет под контрольное наблюдение, я уверен, что найдутся люди, которые не выдержат такого психологического давления и начнут, скажем, показывать пальцем на членов своей ячейки. Поэтому мы предполагаем, что и даже в закрытой этой группе обязательно будут представители Комитета национальной безопасности. Но я объясню, как мы с этим еще будем бороться. Мы в этой закрытой ячейке начнем проводить различные тренинги, обсуждать какие-то идеи. В этой ячейке будет меньше подписчиков. Если в основной ячейке в чате активист ДВК свыше 90 тысяч, в региональных тоже около 100 тысяч, то здесь будут исчисляться участники, ну, тысячами, скажем, несколькими тысячами человек. Это будут лидеры, которые находятся в тех или иных городах Казахстана. Еще раз, по теме вопрос не задавайте. Не по теме, не задавайте. Я просто, честно говоря, удивляюсь. Я уже третий раз говорю. Люди приносят извинения, говорят, извините, задают по теме и тем не менее задают. Я просто хочу сказать, что мы здесь собираем людей умных, способных, талантливых, идейных, дисциплинированных. Если вы, понимая, что вы нарушаете правила, тем не менее задаете, значит, вы, к сожалению, не способны действовать вместе с нами, действовать на митинги. У вас хаос, понимаете? Итак, мы в ячейке, именно не в ячейке, а именно в закрытой группе, проводим тренинги, обсуждаем будущую политическую конструкцию власти. Мы находим совместные идеи. Все это идет обсуждение в виде сообщений. Голосовые сообщения могу отправлять только я и еще те, кто будет выступать. Для чего? Для того, чтобы через ваши голосовые сообщения невозможно было идентифицировать, если в наши ряды пробрались агенты КНБ. Но мы их тоже выявим постепенно. Я сейчас объясню, какой будет механизм. Мы фактически с руководителями ячеек будем обсуждать те или иные действия. Не просто обсуждать, каждая ячейка будет осуществлять те или иные программы, расклеивать листовки, распространять информацию и еще какие-то действия. Вот представьте, мне задают вопрос, ну а вдруг это КНБшный, там 5 комитетчиков и его ячейки и так далее. Ну вот мы этому комитетчику или как любой другой ячейке дадим поручение сделать те или иные действия, распространить листовки или еще как-то и так далее. И каждая ячейка, лидер этой ячейки будет непрерывно сработать со штабом. То есть мы будем вести переписку по действию, например, расклеить листовки на такой-то улице только через штаб, который работает в режиме личной переписки. Общие участники закрытого чата не будут знать, каким образом тот тайный ячейк выполняет ту или иную работу и осуществляет те или иные действия. Соответственно, даже если в закрытом чате находятся представители КНБ, они не смогут понять, кто делает те или иные действия. А сами представители КНБ, они будут вынуждены расклеивать листовки или еще какие-то действия, фактически нам помогать. То есть мы будем работать индивидуально с ячейками, индивидуально с лидерами ячейки. А в общем чате мы будем обсуждать те вопросы, которые, ну скажем, не особо секретные. Я как раз отвечаю на вопрос, вот есть ли подставные ячейки. Вот представьте, вот лидер этой ячейки пусть будет подставной. Мы с каждой ячейки работаем отдельно через штаб в личной переписке. Вот, например, есть ячейка, они находятся в Алматы, мы с ними договариваемся. Они на улице Назарбаева развешивают листовки. Разные, да? Ну, кто об этом будет знать, кроме штаба? Только штаб и эта ячейка. Если эта ячейка один раз провалит задание, второй раз провалит, третий раз провалит, ну или там даже второй раз, да? Мы просто говорим, что эта ячейка и его лидер исключаются. Во всяком случае, лидер точно исключается из закрытого чата. То есть мы понимаем, что это люди, на которых мы не можем опираться, во-первых. Во-вторых, мы в зависимости от задания даже можем определить, являются это настоящими ячейки или подставными. Мне сейчас задают вопрос, что ячейки КНБ будут, представители КНБ, они будут знать, когда и где будет митинг, акции и так далее. Ну, слушайте, когда и где будет митинг, будет знать любой прохожий, потому что дата, день, место мы вешаем везде объявления, даем рекламу. Поэтому это не будет являться секретом. Развешивание листовок отдельных ячеек или еще какие-то действия, они будут проводиться индивидуально. Поэтому представители КНБ, даже если будут сидеть в ячейках, они ничего там дополнительно не узнают, кроме того, что общее. Мы будем говорить о таких действиях. Да, наших действий вообще ничего секретного нет. Мы будем говорить, да, надо проводить, например, по улицам шествия. Это не будет являться секретом. Где будет проводиться шествие, тоже не будет являться секретом. Секретом будет являться другое. Что будет делать каждая ячейка в отдельности? Мы с каждой ячейкой будем работать индивидуально. Поэтому эта часть, она не попадет как информация комитетчикам. Каждая ячейка получит свое индивидуальное задание. Каждая. Через штаб. Штаб, переписка будет идти только в индивидуальном режиме. Никто не будет иметь доступа. Соседняя ячейка не будет знать о другой ячейке. Не будет знать о том поручении, которое будет исполнять эта ячейка. И все. То есть мы в закрытом чате обсуждаем стратегические вещи. Более узкие, более детальные, более конкретные. А остальное все это, знаете, публичная информация будет. Мы все время даем рекламу, объявление. Вот опять вопрос. Одному можно. Вы очень внимательно не слушайте. Я же говорю, что у нас есть подход. Я даже посты написал. Здесь есть внутри чат сбросили. Минимальное количество 5 человек. Только в этом случае лидер этой ячейки попадает в закрытую группу. Во-первых. Во-вторых. Эти ники чатов, эти ники ячеек, каждого, кто состоит в вашей ячейке, должны быть у нашего штаба. Чтобы штаб имел возможность переписываться с членами вашей ячейки. И члены вашей ячейки должны подтвердить, что вы являетесь лидером этой ячейки. Имена настоящие нам не нужны. Нам достаточно ники. Всех. Затем мы начнем работать с лидерами ячеек. Мы поймем, в какой профессии человек, какие у него навыки, что он умеет делать, какие у него знания, к чему он стремится. И в зависимости от того, какие навыки у человека, мы начнем с ним взаимодействовать. Во-первых. Мы наберем целую группу таких лидеров по направлениям. Здравоохранение, образование, специалист по железной дороге, военной отрасли и так далее. И созидим разные группы по направлениям. И будем, притом штаб будет с ними работать, с каждым из них. Мы будем, допустим, у нас специалист в области образования, человек 20 мы собрали. Мы каждому дадим поручение по образованию, чтобы провести ту или иную работу. Тогда мы поймем, какого уровня люди, на что они претендуют. Хочет ли он стать министром? Является ли он сильным управленцем? Какие у него навыки? Мы так будем формировать команду на всех уровнях системы образования. То есть, умеешь ли это анализировать? Умеешь ли пользоваться статическими данными? Знаешь ли, как система образования построена в мире? Таким образом, мы среди тех или иных направлений выявим очень сильных специалистов по самым разным направлениям, которые существуют в экономике или политике. Члены ячейки не могут быть с разных городов. Вы не можете иметь доверенных лиц в разных городах. Вы не можете только иметь в своем населенном пункте. Потому что вам, с членами этой ячейки, надо встречаться. Вам нужно проводить тельные акции в своем городе. У нас действия и митинги будут проводить в разных городах. Вы же не можете со своей одной ячейкой, у вас 5 человек разбросан по 5 городам, и везде в 5 городах участвуют в митинге. У нас именно в каждой ячейке она должна находиться конкретно географически в одном месте. В селе, в городе. И именно только так, даже в области не получится. Именно в одном населенном пункте в доступности друг к другу, чтобы вы могли регулярно между собой встречаться и договариваться о совместных действиях. Не только в режиме телеграм или какой-то другой связи. Теперь смотрите, мы говорим о лидерах. Мы говорим о тех, кто способен стать министром, акимом, акимом области, района, населенного пункта. Все эти люди должны определять определенными качествами, убеждать людей, тащить за собой их, то есть быть реальными лидерами. Если вы не можете вовлечь в свою ячейку даже 5 человек, вы просто знаете, что вы не лидер. И просто будьте членами этой ячейки. Вы не лидер ДВК. Человек, который не в состоянии 5 человек убедить, он уже не может управлять ничем. Потому что у вас нет самых важных качеств убеждать людей. А убеждать это не сложно. Нужно просто знать программы ДВК, знать жизнь, быть авторитетным человеком. У нас не могут быть только потому, что ты лидер ячейки и член ячейки, сразу получить какую-то должность. Нет, мы ищем людей сильных, талантливых, способных, умеющих убеждать и вести за собой людей. Таким образом, через формирование таких ячеек, например, в Алматы, мы создадим 200 ячеек по 5 человек. Значит, у нас есть тысяча человек, которые мы знаем уверенно, поработав с ними, что именно они выведут людей, сами выйдут на тельные митинги. Во-первых. Во-вторых, обычно эти люди активны, и каждый из них может привлечь на тельные акции протеста за собой 5 человек. То есть мы тогда будем знать, что в городе Алматы, например, когда мы будем иметь ячеек с численностью не менее 1000 человек, значит, будем уверены, что 5000 человек на митинг придет. А если придет 5000, то, как вы знаете, когда люди начинают собираться, к ним еще подтягиваются. И таким образом мы гарантированно будем проводить митинги по всей стране, мы гарантированно сможем выводить людей. Я сам лично буду работать в этом закрытом чате. Мы будем обсуждать самые разные направления. Я специалистом являюсь и в промышленности, в экономике, в финансах, по многим вопросам, и в состоянии определить уровень человека после какого-то общения. Поэтому мы шаг за шагом сформируем новую политическую элиту, новую команду, которая способна управлять правительствами Казахстана, которые будут завтра акимами разных уровней, и которые смогут занять ключевые посты на промышленных предприятиях страны, как, например, или такой компанией, как «Казахстан Тимор Жилы», «Телеком», «Казмунайгаз» и так далее. У нас там много национальных компаний, и везде нам нужны специалисты. Я смогу со своей узкой командой, которая сейчас есть, определить, кто какую позицию может потенциально занять. Я еще раз хочу напомнить вам, что когда Временное правительство придет к власти, именно Временное правительство назначит своих представителей в регионы, акимами областей, городов, поселков и так далее. Затем, когда через полгода придет к власти уже настоящее правительство невременное, мы должны затем добиться расстановки кадров в регионах и в разных предприятиях. Как это будет происходить, я сейчас хочу объяснить механизм, потому что мы не можем через полгода сразу провести выборы акимов областей, районов, городов, судей, потому что не написаны законы. Мы должны разработать новые механизмы. На это нужно время. Новый парламент должен сработаться. Я думаю, что объективно после назначения нового парламента понадобится еще около одного года, чтобы написать хорошие законы и провести честные выборы акимов областей, городов и так далее. И вот эту часть я сейчас хотел бы объяснить. Вот представьте, что пришло настоящее правительство. Теперь нам нужно добиться, чтобы народ избрал себе лидеров в городах, районах и так далее. Что для этого нужно? Нужны законы, нужны правильные регламентации. Потом акимы городов и областей должны иметь серьезные полномочия. Значит, должны быть приняты законы о регионах, о разделе власти между центром, правительством и регионами. У регионов должны быть реально гарантии, что их бюджет будет по какой-то формуле расти, формироваться доход, чтобы центр каждый раз произвольно не забирал деньги сверху, как Назарбаев сейчас делает, нефтяные регионы зарабатывают много денег, он может им дать, может забрать в центр, потом строить свою Астану, да, и еще и украс может параллельно там миллиардами долларов. Поэтому нужны новые законы, которые регулируют отношения между областными центрами, городами и районами с правительством и в принципе формированием бюджета. То есть, это серьезная работа, это год, как минимум, новый парламент должен вырабатывать законы и правила игры. Соответственно, те исполняющие обязанности, которые находятся на местах акимов, районов, городов и так далее, у них, скорее всего, будет возможность около года руководить своими должностями, куда их назначило временное правительство, ну, максимум год, не больше. Если в течение этого срока исполняющие обязанности акимов, городов, районов и так далее, хорошо справились и они пойдут на новые выборы, как правило, народ всегда их выбирает, они побеждают на выборах. У них есть шанс за то время, пока они исполняли обязанности, проявить себя, показать лучшее и качество, это будет уже большим шансом победить на новых выборах, которые мы объявим после того, как парламент примет новые законы. Затем, в связи с тем, что это будут наши представители партии, демократические выборы Казахстана, когда демократический выбор именно как партия через полгода на выборах победит, победит на выборах парламент, затем демократический выбор Казахстана как партия сформирует правительство. Мы как партии будем поддерживать своих представителей, когда они пойдут на выборы. Если исполняющие обязанности акимов, городов, областей, районов, населенных пунктов являются представителем демократического выбора Казахстана, если они себя хорошо проявили, то партия ДВК будет поддерживать на выборах своих представителей. И у вас завтра появится реальная возможность проявить себя и возглавить тот или иной регион или населенный пункт. То есть у вас будет возможность стать реальным сильным политиком, которого изберет народ на выборах у себя в регионе. Здесь говорят, что мы потеряем 95% талантных специалистов. Мы никого не потеряем. Мы не потеряем, потому что первые позиции и обычно заместители, как правило, не все, но как минимум там парочка заместителей, в крупных национальных компаниях сидят представители политической верхушки. Руководители национальной компании обычно как минимум парочку человек своих заводят, остальные остаются как при, что называется, один руководитель менялся, другой они все равно работают. Поэтому эти специалисты останутся. Мы только отстраним тех, кто имеет прямую принадлежность к этой верхушке, к Нусултану Назарбаеву. И здесь, если меня кто-то спросит, как это вы определите, это легко. Все все в нашей стране знают. Мы знаем, кто является руководителем национальной компании, мы знаем, кого он привел, кто за ним стоит. Поэтому это вообще не является проблемой. То есть крупные национальные компании, как минимум там 5-10 человек будут на разных уровнях отстранены. Все остальные люди останутся 95% на своих местах. Просто поменяется. Правила игры, они будут более прозрачными, более открытыми, более честными. Когда я говорю более, я понимаю, что на первом этапе будут разные проблемы. Но мы шаг за шагом добьемся, чтобы было все организовано справедливо и честно. И это должны сделать те люди, которые проявят себя в этой борьбе, покажут свои профессиональные навыки, пойдут с нами подготовку и будут в состоянии завтра управлять национальными компаниями, возглавить министерство и так далее. Еще раз, мы сейчас, как будущее правительство ДВК, не назначаем министров. Их будут назначать депутаты. Мы не назначаем Акимов областей, их будет избирать народ на прямых выборах. Но какой-то промежуток времени, от полугода до года, наши представители займут все органы управления страны. Если в течение этого периода наши представители проявят себя, как талантливые руководители, то на честных и открытых выборах они, безусловно, сумеют победить. Безусловно, получат голос и поддержку народа. Еще раз, здесь уже на казахском языке опять продолжается, да? Что вот пожелания там и так далее. Мы сейчас обсуждаем тему такую. Я это четвертый раз говорю. Те, кто готов проявить себя, готов, чтобы наша организация сильная, давайте подчиняться дисциплине и порядку. Не устраивайте хаос. Если вы не умеете в чате четко работать по повестке дня, то я уверен, что вы нигде ничего не сможете сделать. Таким образом, мы должны дать сигнал нашему обществу, что у нас есть команда профессиональная, которая в состоянии управлять страной на всех уровнях. На всех уровнях и не получится, что пришел там кто-то такой-то, стало, может, чуть лучше, вот как в Украине при Порошенко, стало лучше, безусловно. Но это все равно не то, что ожидал народ. Мы должны тщательно подготовиться. Как я много раз говорил, сам подход, политические платформы, программы и так далее, никто никогда так не готовился к смене власти, очень профессионально. Мы сейчас показываем нашей стране путь, что будет временное правительство, как будет работать страна. Мы опубликуем конституцию будущую. Мы опубликуем новые законы. Мы все готовим фундаментально. Вплоть до того, что было озвучено, что полиция, армия перейдет на сторону народа. И вы уже видите, это реальность. В Армении это произошло. Сейчас идет новый этап подготовки, новый шаг. Мы сейчас будем готовить профессиональных специалистов, которые будут в состоянии управлять страной на всех уровнях, с самого нижнего до верхнего звена, во всех структурах власти, во всех подразделениях, экономически-социального блока, любого другого. Мы должны подготовить специалистов или мы должны найти тех людей, которые справятся с этими задачами. Я знаю, что здесь, в нашем общем чате, много просто сторонников, очень много людей просто со стороны слушают наши дискуссии и так далее. Но сейчас мы ставим планку. В эту закрытую группу попадают только лидеры этих ячеек. Первые. В этой ячейке должно быть не менее пяти человек суммарно. Третьих. Наш штаб должен иметь возможность сконтактировать с членами этих ячеек, переписываться. И члены этих ячеек должны подтвердить, что именно они делегируют эти права быть в закрытом чате своему лидеру. И тогда мы точно убеждаемся, что действительно ячейка из пяти человек. Да, ячейки могут быть из двух-трех, но мы сейчас ставим высокие цели. Нам нужны люди, которые способны вести за собой людей, организовывать. Нам нужны люди, которые, как профессионалы, могут возглавить ту или иную отрасль или тот или иной регион. Поэтому мы сейчас поднимаем планку и ищем таких людей по всей стране. Поэтому, ребята, давайте начнем действовать. Чат нами создан, закрытый. Выходите на штаб. В штабе постоянно дежурят наши люди. Значит, называйте свой ник. Говорите, кто ваши ячейки. Тоже ники называйте. Мы сразу получим подтверждение от членов этих ячейки, что они делегируют быть лидером закрытой нашей группы. И таким образом, шаг за шагом, мы начинаем формировать эту закрытую группу. Как только эта закрытая группа наберет определенное количество, мы сейчас еще не знаем, сколько, мы начинаем уже действовать, работать именно с этой закрытой группой. Мы с будущими лидерами демократического движения Казахстана и лидерами нашей страны. Мы должны научиться помогать друг другу, быстро действовать, даже в рамках нашего существующего чата. Я хотел бы проинформировать вас, что наши сторонники подвергаются гонениям и преследованием. И многие из вас тоже могут случайно попасть под это давление. Поэтому мы должны научиться все вместе помогать, не ориентироваться, что Мухтар Аблязов должен те вопросы решить и эти будущие лидеры должны сами быть лидерами процесса. У нас сейчас в Ахтау идет давление на Айгулях Берды. Ее мужа сейчас там задержали, он больше какого-то периода находится в тюрьме. Она сейчас нуждается в нашей поддержке. Нужна поддержка видео, нужна поддержка разная, в том числе и финансовая. У кого есть возможности, давайте мы поможем Айгуль, поможем ее семье, чтобы завтра, когда у кого-то из нашего чата возникли проблемы, мы были в состоянии организовывать помощь. Вот сейчас я вижу, вот женщина из Китая, ее хотят депортировать. И вижу там много людей поддерживающих. Давайте научимся поддерживать всех, а в первую очередь давайте поддерживать сами себя, тех, кто хотят перемен. Объединились в этот чат. Поэтому давайте мы будем помогать тем людям, которые сейчас испытывают давление. Сейчас опять распространяется информация о пытках. Вы помните, 10 мая мы проводили митинги с требованием остановить пытки, прекратить пытки, освободить политических заключенных. Чтобы вы понимали, эта власть испытывает серьезное давление, международное и внутри. И вот сейчас недавно было принято решение, что 5000 заключенных будет освобождено из тюрем. Но пытки продолжаются, потому что это система, политическая система так построена, чтобы запугивать людей, именно в страхе держать, поэтому применяются пытки. Когда там народ кричит, говорят, менты поганые, все прочее, чтобы вы понимали, основная проблема не в этих ментах, а именно в системе, политической системе. Назарбаев поощряет людей, чтобы пытали, избивали, и эти полицейские выполняют роль исполнителей режима Назарбаева. Нам сейчас очень важно присоединиться к требованиям, проводить тельные акции, видео выступления, с требованием прекратить пытки. Сейчас, как еще раз я хочу повторить, в ряде тюрем снова открыто и нагло попираются права граждан, права человека. Мы показали европейским депутатам видео, как пытают в наших тюрьмах, вырывают плоскогубцам зубы, насилуют. То есть, когда европейские депутаты все это увидели, они были в шоке. Они думали, что это только в зоне боевых действий, где идет, скажем, резня, что называется. Но когда, по их мнению, которое заверяет наше правительство, и Назарбаев, что у нас там, демократическая страна, и в этой стране происходят такие дикие пытки, при том, как в настоящей пытке, как в фашистском гестапо, это квалифицируется в норме международного права, как преступление против человечности. Преступление против человечности мы должны показывать, обнажать, распространять информацию, и вы увидите, результат будет. Санкциям подвергнутся самые высшие сферы в нашей власти. Поэтому я, ребята, прошу вашей поддержки. Вы знаете, недавно задержали Осета Абишева. Сейчас штаб будет создавать, или уже создал структуру, страницу в их поддержку. Мы будем озвучивать все, что происходит с ними, привлекать международную поддержку. я прошу вас поддержать так же, вот, Айгуль, Вахтау, поддержать, как кто, как может. И видео, и обращениями, и ресурсами, по-всякому. Ребята, тут мне говорят по поводу беспредела силовиков. Да, их надо фиксировать, надо находить фотографии, семейные, они там в Инстаграме, в Фейсбуке сидят, у них машины есть. Вот сегодня одного там полицейского мы выставили, дорогая машина Тойота, он на свою зарплату колесо этой машины будет голд собирать, чтобы купить. Вот, поэтому мы будем с ними отдельно заниматься, бороться, фиксировать, и наступит момент, когда мы проведем смену власти, мы с этих людей спросим. Поэтому вытаскивайте их на свет, фиксируйте их преступления, подробно рассказывайте, фотографируйте, ставьте их побольше от них информацию. Еще раз, именно в закрытой группе я буду напрямую общаться с теми или иными представителями, лидерами этих ячеек, не только я, еще будут люди. Мы будем обсуждать общие вещи, те, которые будут конфиденциальные, будем обсуждать через аккаунт штаб, штаб ДВК. И тогда об этом никто не будет знать, потому что мы будем вести конфиденциальные разговоры, переписку. Что касается работы закрытого чата ОЛГА, там не будут голосовые сообщения вообще функционировать, чтобы через голоса невозможно было вычислить того или иного человека. Только режим сообщений. Голосовые будут только представители штаба озвучивать, и я сам. Спрашивает, вот госслужащие боятся, вы можете вести в чате диалог. Я в чате диалог веду со всеми, в виде голосовых сообщений, в виде прямых эфиров, как вы знаете, иногда пишу комментарии. Будут и другие представители нашего штаба работать в общем чате активист ДВК или в региональных чатах. Я же не знаю, госслужащий он или нет, всех скрытые, некие. Поэтому мы отвечаем на обнательные вопросы, мы формируем повестку прямого эфира, собираем пожелания, набираем вопросы, которые люди задают. Затем я провожу прямые эфиры, все разъясняю. Индивидуальных бесед с непонятными госслужащими, которые с непонятными никами, я не вижу смысла проводить, потому что это нереально. Это сто тысяч человек в чате находится, но как я сто тысяч человек буду разговаривать? О чем вы говорите? Мы только будем общаться в режиме голосовых сообщений, в общем чате, я буду собирать общий вопрос, на них отвечать. Вот в таком формате будем работать, плюс, возможно, ответы, если и будут индивидуальные, то в режиме переписки, в чате. Здесь мне пишут, что есть люди с простым телефоном, но они с нами, как с ними быть? Они в ячейке. Люди могут быть в ячейке, но для того, чтобы общаться в режиме телеграмм, у него функция должна быть такая. Если у него нет такой функции, значит, он не может общаться с нами. Вот, к сожалению, это так. То есть, мы по-другому не можем. Значит, он просто слушает чат каким-то образом. Если он лидер ячейки, то у него должен быть необходимый набор функций в телефоне, чтобы он мог поддерживать свою работу в закрытом чате Алга. Чат Алга сменить можно. Вы можете свой аккаунт сменить, но для этого вы должны проявиться в штабе, в аккаунте штаб ДВК, сказать, что вы такой-то аккаунт, можете другой аккаунт, но при этом вы должны показать плюс 4 аккаунта, которые являются членами вашей ячейки. Затем штаб с этими аккаунтами свяжется, будет переписка. Эти аккаунты должны подтвердить, что они именно в вас, новый аккаунт, который у вас есть, делегирует и вас назначает, обозначает лидером этой ячейки. Вы знаете, что режим будет говорить вот они ячейки и все, там не профессионалы, они будут занимать ключевые места, а Плязов будет кого-то назначать. Еще раз повторю, у нас по тем или иным специальностям, по профессиям будут занимать люди, которые разбираются в этом вопросе в первую очередь, которые преданы стране, преданы тем планам и реформам, которые собираются проводить демократические выборы Казахстана. Поэтому будут собраны лучшие по стране те, кто реально могут управлять. 5 человек ячейки это недостаточно. Нужно иметь знания, нужно уметь навыки, нужно уметь работать над собой, нужно иметь волю и характер, очень много качеств. Я знаю и уверен, что таких людей у нас много. Этот режим не дает людям проявиться. Мы, как новая политическая организация, ищем именно таких людей, которые хотят и могут, и просто им не хватает именно, чтобы была справедливая политическая система. и мы этих людей приглашаем к сотрудничеству, и мы вместе изменим режим, и они смогут проявить свои лучшие качества, свои лучшие качества для того, чтобы вырасти самой как личности и проявить себя, сделать свою жизнь лучше и жизнь страны. Вы понимаете, это сейчас решит много задач. Во-первых, мы сформируем ячейки, во-вторых, мы будем знать лидеров этих ячейок, в-третьих, мы и числа этих лидеров сформируем будущее правительство и будущее руководство всей страны. То есть мы придем уже подготовленные к смене этого режима. При этом мы создаем формат безопасности, потому что в закрытой ячейке мы голосом не разговариваем, конфиденциальные вещи мы разговариваем через личную переписку, через штаб ДВК, и мы каждой ячейке даем поручение сделать тельные действия, и соседние ячейки не будут ничего знать. Если в нашем чате проникает представитель КНБ, отдельные лидеры, пусть даже человек 10 попадет, то они тоже, как лидеры этих ячейок, будут выполнять тельные задачи, расклеивать листовки, еще что-то. Если они провалят, не сделают, значит они не наши, значит они не представляют собой лидеров. Мы тогда просто их из чата уберем, и пусть они также сидят в общем чате, слушают, не вопрос. И шаг за шагом мы так вычистим наш закрытый чат, и представители КНБ будут убраны. Еще раз, именно через эти ячейки, через лидеров ячеек, мы найдем профессионалов самых разных отраслях, в науке или в сфере управления, или специалистов тех или национальных компаний, которые обладают способностями руководителя, но не могут по разным причинам свои качества проявить. Именно в этих ячейках, именно в закрытой ячейке мы планируем найти будущих руководителей страны. Поэтому ребята давайте действуйте, действуйте, и мы очень быстро добьемся смены режима. Я на сегодня завершаю свой эфир. Все вопросы вы можете писать в общем чате, во-первых, отправляйте вопросы в штаб, отправляйте ники, если вы являетесь лидером ячейки, и мы сейчас буквально немедленно начинаем разворачивать работу закрытой ячейки, закрытого чата Алга, который будет формировать новую политическую элиту страны. До следующей встречи. Здесь опять мне задают вопрос, ячейки из 60 человек. Ребята, так не бывает. Ограничений нет. Минимальный состав 5 человек, но я уже говорил, все, что выше 5, представляет риск, к вам могут проникнуть представители КНБ, и вы просто попадете. Нереально 60 человек ячеек, 60 человек человек не может быть доверенных иметь, не бывает такого. Максимум 10 человек и то вряд ли. Слава Волгизар, до встречи завтра.